В эфире программа День города в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Свет науки. В здании бывшего кинотеатра «Дружба» открыли технопарк. Чем он будет интересен детям? Археологи подводят итоги работы. Более 400 ценных находок. Когда твой дом – не твоя крепость, рязанскую многоэтажку с приходом осенних дождей регулярно затапливает. В здании бывшего кинотеатра «Дружба» открыли технопарк. К событию готовились задолго. Здесь теперь разместится не просто интересная площадка для подростков. По замыслу, будущие выпускники технопарка станут профессионалами, которые будут двигать вперед российскую экономику. Кванториум – это федеральная сеть детских технопарков, олицетворяющих новую модель дополнительного образования. Открывали Рязанский технопарк без красной ленточки, но не менее торжественно. Собрали символический ключ полпредпрезидентов ЦФО Александр Беглов, представители рязанской власти и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Школа мышления, которая заложена в идеологию этой площадки, позволит вам быть успешными в первую очередь в своей жизни. Проектный подход, анализ, синтез, постановка гипотез, достижение результата приведут к тому, что ваша жизнь вами же будет способна быть рассмотрена как главный проект. Кванториум создан для поддержки одаренных детей. В научно-техническую деятельность планируют вовлекать школьников с 13 лет. Ключевыми направлениями работы детского технопарка выбрано изучение IT-технологий, промышленного дизайна, нанотехнологии, а также популярного у современных детей направления – создание беспилотных летательных аппаратов. Для того, чтобы у нас квадрокоптер взлетел, нужно нажать одну кнопку и провести слайдом вправо. После этого квадрокоптер у нас самопроизвольно взлетает, набирает безопасную высоту, ну вот порядка одного метра. И дальше джойстиком вперед, назад, влево, вправо мы можем маневрировать. Но самым умным устройством в роболаборатории является этот маленький автомобиль. Здесь находится центральный компьютер, на котором строится программа управления. Здесь находятся различные сенсоры, сканеры, которые позволяют обрабатывать информацию и собирать в этот компьютер. Этот набор позволяет будущим программистам, диспетчерам беспилотных автомобилей обучаться уже сегодня. Робототехнике вообще отведено здесь сразу несколько лабораторий. И не случайно в Рязани есть большая инженерная база и научные разработки в сфере конструирования роботов. Все это дает большой фундамент для обучения детей. Есть классификации и прогнозы профессий будущего, которые говорят, что такие профессии, как управление беспилотными транспортными средствами, настройка, программирование, это очень большой сегмент этого рынка. И те специалисты, которые начинают обучаться, имеют тягу к знаниям в этой области уже сейчас, они по-любому будут востребованы на рынках будущего. И это будут очень высококвалифицированные и высокооплачиваемые специалисты. О повышении энергоэффективности и исследовании в области альтернативной энергетики в детском технопарке отдают приоритет развитию изобретательского мышления. Паять, разрабатывать какие-нибудь микросхемы для контроллеров, возможно, автомобилей, даже каких-нибудь квадрокоптеров. В этом кванторе у нас больше возможностей для каких-то дел. Кем лучше больше стоит? Ну, хотелось бы стать изобретателем и изобрести что-нибудь новое, чего пока нет еще нигде. Робототехника и электротехника уже непосредственно связаны с нашей жизнью. И когда ученики уже с малых лет знакомятся и умеют работать и с оборудованием, и знают правила схемотехники, им это поможет и при поступлении в институт, и в выборе дальнейшей профессии. Обучаться в кванториуме будут 800 человек. На днях начнется набор школьников. Это промышленный манипулятор Кука, специальный стенд. Сейчас он выполняет простейшую операцию, перекладывает два шарика, но дети вместе с преподавателем смогут его запрограммировать на выполнение разных полезных задач. Именно такие роботы работают на всех крупных предприятиях, собирают автомобили, делают нам еду. Это наше настоящее и цифровое будущее. В нашем кванториуме, помимо такого робота, есть очень много направлений. Дети смогут собирать квадрокоптеры, самолеты, делать из них роботов, что они сами будут выполнять полетные задания. Будут заниматься робототехникой серьезной. Стоит отметить, что задания и практические работы ребята и преподаватели будут получать от рязанских предприятий и заводов. Так диктует современность. Предприятия имеют потребность в специалистах и представителях научно-технической сферы. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области произошло сразу 8 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 4 человека погибли и 7 получили травмы различной степени тяжести. Продолжит Марина Комиссарова. 6 сентября в 21 час 30 минут в Касимове напротив дома 121 на улице Советской. 54-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «Рено» на перекрестке улицы Советская и Гагарина, по предварительной информации, не увидел совершеннолетнего пешехода, переходящего проезжую часть вне пешеходного перехода и совершил на него наезд. В результате ДТП пешеход за медицинской помощью обращался в больницу. В тот же день в 19 часов 15 минут в городе Новомичуринск напротив дома номер 2 на улице Строителей. 46-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем ВАЗ-2109, совершил наезд на 4-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу с велосипедом в сопровождении матери. В результате ДТП мальчик с травмами был доставлен в больницу. Сотрудники ГИБДД в очередной раз предупреждают, будьте внимательны на дорогах, берегите себя и своих близких. В город пришли первые осенние дожди, но жители одного из рязанских домов не могут от них укрыться даже в собственных квартирах. Когда твой дом не твоя крепость и что делать в таком случае, разбирался Валерий Седов. Дождь, слякоть и грязь. Нет, это не описание того, что творится на улицах города. Именно такая ситуация случилась в жилом доме на улице Тимакова. 6 сентября здесь произошел настоящий потоп. Во время дождя потекла крыша и вода спустилась до первого этажа. Это видео, которое снял один из жителей дома. Тазы с водой, полные ведра и ручейки, текущие с потолка. Жильцы дома стали звонить в управляющую компанию с 7 утра. Слесари приехали только к 10. К этому времени в подъезде скопилось достаточно воды, а на первом этаже натекло несколько луж. Лампочки на нескольких этажах больше не горят. Во время дождя с них капала вода. Приехал, залез на ливневку, сказал, что туда попала птичка. Поэтому у нас такой поток. У меня возник такой вопрос. Я его спрашиваю, я говорю, может быть надо как-то периодически эту ливневку чистить? Он сказал, а зачем? Подобные потопы происходят не первый год. И каждый раз последствия ужасают. Хуже всего жильцам дома приходится осенью в период дождей и весной, когда тает снег. Течет у нас каждый год, периодически или осенью, или весной. Никакая ливневка у нас не чистится. По словам жильцов дома, они не раз обращались в управляющую компанию. И даже достигли определенных результатов. Когда-то в 2011 году мы очень долго собирали деньги, собирали подписи. Нам говорили, что мы вошли в программу, у нас без конца текла эта крыша. Мы вошли в программу капитального ремонта кровли. И нам летом 2011 года отремонтировали крышу. Правда, крышу заменили не полностью. На деньги жильцов ее только покрыли новым материалом. С этим связана одна из основных претензий к управляющей компании. Однако главный инженер заявил, что капитальный ремонт здесь не планировался. Они домом собирали деньги на материал, а мы им полностью нанимали подряд на организацию. Они полностью покрыли дом в один слой. Но это был не капитальный ремонт. То есть мы не снимали никакие слои. Мы просто все какие вздутия были, водяные пузыри, мы все это разрезали, высушили и просто покрыли в одним слой. Главный инженер управляющей компании сообщил, что обращение жильцов 6 сентября по поводу потопа в подъезде – одно из первых. И с крышей они останавливаться не собираются. Мы сейчас установим колпак, чтобы туда не попадало ничего, и все будет хорошо. Потоки воды обрушились на несколько подъездов. Но больше всего пострадали жители третьего. Во время дождя в их доме опасно пользоваться даже лифтом. Кто прав в этой ситуации – люди или управляющая компания – неизвестно. Однако жильцы верхних этажей взволнованы. В их квартирах произошел настоящий потоп. И обычный будний день для них превратился в испытание. А о ремонте и говорить не стоит. Потоки воды смыли почти все. Теперь жители третьего подъезда планируют подавать в суд. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Археологи подводят итоги работы. В ходе экспедиции Переславль-Рязанский за лето было обнаружено около 400 предметов. Это и фрагменты голландского стекла 17 века. Бытовая утварь и украшения. О самых значимых находках расскажет Галина Ершова. Шесть граней и циркулярный дизайн. Этот игральный кубик из кости – уникальная находка летнего археологического сезона. Ранее при раскопках в Рязанской области были обнаружены похожие изделия из камня. Однако находка позволяет сделать вывод, что на берегу реки Лыбид на улице Рабочих в 16 веке жил Косторес. Мы обнаружили большое количество костей, которые несли на себе следы обработки мастером. Сейчас эти кости находятся на анализе в Москве. Специалист делает вывод, какие кости являлись сырьем и, возможно, предположит, что пытались сделать из этих самых костей. Улица Рабочих оказалась ремесленным центром города. В ходе раскопок обнаружили рекордное число глиняных игрушек. Свистульки и погремушки имеют разный размер и по форме напоминают животных. Поразило археологов и наличие ювелирных украшений. Мы встретили большое количество плавильных сосудов, в которых мастер-ювелир плавил металлы и изготавливал изделия. Что касается готовой продукции ювелира, то это перстни, это также и серега, и даже крест мы зафиксировали в этом году. Также в этом году раскопки проходили в селе Глебово-Городище Рыбновского района. Удалось выяснить, что история места начинается задолго до появления здесь древнерусского города. Мы обнаружили материалы, которые относятся еще к эпохе бронзы. Это самое начало второго тысячелетия до нашей эры. Здесь проживали племена так называемой фатьяновско-балановской культуры. Пришли сюда уже со своим металлом, что было в новинку для тех племен, которые обитали на этой территории до них. В 9-10 веках сюда пришли первые славяне. Об этом свидетельствует ледная посуда, достаточно грубая и практически лишенная орнамента. Ей пользовались наши предки. Впечатлили археологов амулеты с клыка медведей и стеклянные бусы. Основной же найденный материал относится к 13-14 веках, временам существования самого города. Многие вот эти украшения, они найдены в сломанном виде. Это обломки в основном. И о том, что они могли участвовать в качестве лома для ювелирного производства, нам говорят о большое количество глиняных тиглей, в которых как раз вот из-за цветной металла плавили. Кроме того, также были найдены и выплески металла. Так что, возможно, на этой территории в древнерусское время, недалеко от него проживал ювелир. Причем, скорее всего, этот ювелир занимался работой не только по цветному металлу, но и по камню. Всего за прошедший сезон археологи обнаружили около 400 индивидуальных находок. Это те предметы, которые представляют ценность для музея. А также десятки тысяч черепков и фрагментов посуды. Это так называемые коллективные находки, которые помогают ученым убедиться в правильности своих догадок. Галина Вершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязани началась сезонная вакцинация против гриппа. Одним из первых на рабочем месте получили вакцину сотрудники администрации города. Личным примером чиновники готовы развеять заблуждение, что от вакцинации всерьез можно заболеть. Я уколов не боюсь, если надо – уколюсь. О необходимости прививок от гриппа сейчас говорить глупо. Опасный вирус, которым каждую осень болеют несколько тысяч человек. В Рязани развернута широкая кампания по вакцинации горожан. Рязани уже получила в необходимом объеме всю вакцину, которая полагается прививать детишек и пожилых граждан, а также специально оговоренные контингенты. Марина Михалева уже не первый год делает прививки. И результат налицо. Прививаюсь каждый год. Хорошо, что не нужно идти в поликлинику. Можно сделать это прямо на работе, перед началом рабочего дня. Таких людей, как Марина Михалева, с каждым годом становится все больше. И это неудивительно. Профилактика с помощью вакцин является наиболее эффективной мерой борьбы с гриппом. Эта процедура позволяет снизить риск заболеваний и возможность возникновения осложнений. Обращаюсь к работодателям, что необходимо защитить своих работников, поскольку данная категория лиц не относится к национальному календарю прививок и может защитить себя из своих средств или за счет средств работодателей. Пример работодателям стоит взять с городской администрации. 7 сентября мобильная медицинская бригада городской поликлиники номер 4 провела акцию по вакцинации сотрудников. Всего было привито около 100 человек. Первым сделал прививку от сезонного гриппа и ОРВИ глава администрации города Олег Булеков. Сегодня место инъекции не тереть и не мочить. Рязанцы же смогут пройти вакцинацию в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства. Каждого прививаемого непосредственно перед процедурой осматривает медицинский работник. О результативности профилактических мероприятий прошлого года стоит сказать только то, что в областном центре превышений эпидпорога зарегистрировано не было. Отзвенели первые звонки, учебный год стартовал во всех школах Рязани. Каждая примечательна по-своему. Например, 33-я. Тем, что в ней существуют кадетские классы. Инициатором создания таких классов стал Олег Дуканов, легенда российских спецслужб. Когда-то он окончил эту школу и до сих пор с благодарностью оглядывается назад. Эксклюзивное интервью с генерал-лейтенантом удалось взять Марине Комиссаровой. Герой России, своими глазами видевший смерть, прошедший чеченские войны, возглавлявший контртеррористические операции. Это не описание очередного персонажа из книги или главного героя фильма. Это реальный человек, чья ежедневная работа в течение жизни была связана с риском. Именно так работают те, кто выбрал путь служения Родине. Олег Михайлович Дуканов в начале 2000-х возглавил Рязанское управление ФСБ. Но это не единственное, что связывает его с нашим городом. С 33-й школой у меня связано очень много. Долгие годы работал один директор, две моих классных руководительницы. Это Сергея Карелия Григорьевна и Колоскова. Они были классные до сих пор. Они и остаются классными. До сих пор мы поддерживаем с ними отношения. Я принимаю участие в мероприятиях школы, которые проводятся. Олег Михайлович по сей день поддерживает родную школу и по возможности встречается с ребятами, которые уже в столь юном возрасте выбрали свой путь. Кадетские классы – это подготовка к поступлению в ведомственные вузы. Пограничная служба структурно входит в состав ФСБ. И там есть факультет, который готовит оперативных сотрудников. Поэтому те ребята, которые учатся в детских классах, они не обязательно пойдут в пограничные вузы. Они могут пойти на оперативную работу, в том числе в Рязанское управление, куда угодно, по территории страны. Потому что когда мы избираем стезю службы ФСБ, мы в рапорте обязательно, это требование такое, оно существовало всегда, пишем, что готовы в любой точке мира служить. В этом году служба безопасности празднует сразу несколько дат. В конце сентября Рязанское управление ФСБ отметит 80 лет со дня образования. А в декабре – столетие Российской Федеральной Службы Безопасности. Ощутить свою причастность к этим большим праздникам уже могут и ученики кадетских классов, которые твердо решили связать свою жизнь со служением родной стране. И на этом у меня все. Я напомню, что новости и другие программы смотрите также на нашем сайте. Мы прощаемся с вами до завтра. И желаю вам хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок! Квартиры за 5,6% годовых! Только в компании «Зеленый сад» совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? КОНЕЦ 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 Продолжение следует...